всем привет с вами артур и канал реальная миграция сегодня у нас среда прекрасный солнечный день на улице плюс 6 как мы видим снег еще лежит но сами дороги и тротуары давным-давно расчищены городская власть здесь работает быстро и в принципе снег лежит только на лужайках для того чтобы дети еще могли как-то последние деньки что-либо там слепить вот как мы видим да там снеговая баба ну и просто как-то покувыркаться в снегу вспомнить что все-таки мы живем в нью-йорке они в какой-то солнечной африке так вот ребята тема сегодняшнего видео конечно же мне тему предложил один из членов нашей семьи а это же подписчик канала реальной миграции что артур вот мы все рассказываем как хорошо приехать как там переехать какие трудности в переезде получение визы и тому подобное слушай ну а расскажи про наших животных про братьев наших младших как же мы их оставляем дома у кого есть собачки котики как же нам переехать вместе с ними в америку и как ты переезжал со своим котом джаспером вот сегодня о этой теме мы с вами и поговорим не переключайтесь итак дорогие девочки и мальчики те кто определился ехать прекрасную страну сша и у тех которых есть котики собачки конечно же мы их оставить дома не можем по одной простой причине во первых мы привыкли к ним они привыкли к нам во вторых это члены наших семей и полноценные члены нашей семьи и представьте их оставить же даже там на дядю на тетю на маму на бабушку они же просто этого не переживут да и вам будет прискорбно что вы оставили их просто так на произвол судьбы поэтому их можно брать с собой как это делать ребята для того чтобы перевести собачку или котика в сша нужно сделать просто прививку от бешенства я где-то прочитал перед тем как я ехал в сша что нужно поставить еще чип я мучился у котика поставил ему это дорогостоящий чип который просто даже не проверяли но я вам скажу что можно ему поставить потому что если ваш котик потеряется где-то здесь если его где-то ловят либо в другой стране то они сразу проверяют его на чип если же у него есть чип они сканируют всю информацию там указан ваш электронный адрес на который вам отправят письмо где находится ваша чадом так что это в принципе не проблемно тем более мой кот перенес этот толстую иголочку от которой я подал в оморок делают ему в хохолок да я думал что я умру там а кот вообще даже не мяукнул поэтому как бы ну нормально значит ребята что нужно нужно прививка от бешенства значит вам нужно показать вашего собачку либо котика в государственную ветеринарную клинику в государственную и за три дня до вылета именно за три дня вам нужно взять будет сертификат транспортировки вашего животного ну они знают какой-то сертификат он стоит там немного денег вы его берете потом заранее непосредственно вам нужно будет купить и в сумку то есть если же собака большая то конечно вам нужно ввести его в багаже конечно лучше усыпить там собачку для того чтобы ну в смысле дать снотворное там специально для того чтобы она летела в спокойствии без вас она будет нервничать а если же это котик либо собачка маленькая то в принципе вам нужно что сделать вам нужно позвонить в авиакомпанию который вы собираетесь лететь и уточнить какие у них правила для перевозки животного в салоне я летел авиакомпании люфтганза мне сказали нужно сумка специальная размеров таких-то я вам скажу честно я ее искал очень долго по интернетам но я ее нашел она стоила порядка где-то 70 долларов это было как бы дорого но тогда курс был другой но суть не в том я нашел купил эту сумку котик туда красиво поместился хотя он не хотел туда залазить на я немножко его подготовила мяту туда пшикал да он туда сам залез потом и непосредственно он со мной летел в салоне потому что эта сумка должна поместиться под сидением в самолете вот так конечно что еще важно значит конечно за неделю где-то до полета вам нужно будет кота поить например кот баюн есть такая как бы на травах на стоечке для того чтобы он был более спокойный для собаки я думаю тоже что то есть знаете в аптеках специально ветеринарных вот значит за три дня до вылета вы идете берете сертификат то есть вам нужно будет где-то там за недели две сделать ему укол от бешенства вашей собачке либо котику а потом за три дня до вылета пойти в государственную ветеринарную клинику и взять специальный сертификат но на транспортировку животного на территорию сша то есть надо будет указать что вы едете в сша вот и в аэропорт конечно вам приехать лучше заранее то есть если обычно нужно приехать в аэропорт за два часа то вы лучше прийти за часа три для чего это нужно для того чтобы вам нужно будет пойти в специально в аэропорту есть ветеринарный кабинет куда вы должны зайти и вам должны заполнить там бумажку одну вы дадите эти бумаги вам заполняют другие бумаги и это для того чтобы вы уже могли его посадить в самолет и как бы ну на вывоз животного Пойти лучше пораньше, потому что, сам понимаете, может быть очередь, может быть в зависимости от дня, в зависимости от времени рейса и тому подобное. И также вам нужно будет заплатить за билет животного непосредственно уже в аэропорту при посадке. То есть это стоит тоже, я платил 100 долларов, в Люфтганзе это стоит 100 долларов, но вы узнаете в других авиакомпаниях. Так что вот так, ребята, и ваш котик, ваша собачка приедет в Америку, и все будет хорошо, и будет жить с вами, и радоваться жизни. Ребят, ну, я считаю, что наше животное, это, ну, как бы действительно член нашей семьи, потому что, когда вы знаете, при вашей эмиграции вы приходите домой, иногда бывают какие-то такие непонятки, что там, ой, ни хрена не понимаю, еще что-то, приходит мой кот, и меня головой там, знаете, бодается, типа, погладь меня. Это дает настроение, дает жизнь, дает все, поэтому, ребят, наши животные должны быть с нами, мы их не должны бросать, потому что мы их приучили, мы их любим, и поверьте, они нас любят гораздо больше. Они нас любят не за то, какие мы имеем, сколько мы имеем денег, на какой работе мы работаем, и какие титулы носим. Они нас любят просто таких, как мы есть, и всегда будут любить, преданно, так, к сожалению, как не могут любить люди. Поэтому любите котиков и собачек, и обязательно беспокойтесь за них, и обязательно забирайте их в Америке. Ну, а мы тут встретим, проведем и купим бесплатного пакетика, подарим вас бесплатный пакетик какого-то вискоса. Так что вот так, с вами был Артур, канал Реальная Миграция. Ребята, обязательно заходите на страничку Facebook, ссылочка на эту страничку Facebook будет под этим видео. Лайкайте там, комментируйте, также здесь ставьте комментарии, лайки, и не забывайте обязательно ставить лайки. Вот вы смотрите видео, я иногда поражаюсь, смотрят тысяча человек видео, а лайков поставят 200. Ну, почему не лайкнуть? Ну, это же не так, это же не проблемно. Ребят, если вы смотрите, ну, поставьте, значит, дизлайк, если вам не нравится. Ну, если понравилось, поставьте лайк, внизу под видео есть две такие ручки, либо так, либо так. Так, конечно, ставить не надо, а вот так, конечно, ставьте. Так что вот так, с вами был Артур, пока-пока, до новых встреч! А я поехал к Умиде, кстати, ребят, я поехал к Умиде. Она работает в одном вкусном заведении, которое называется Тандыр. Там делают прекрасные самсы, и она мне недавно звонила, ты почему не приезжаешь кушать вкусные самсы? Так что я поеду кушать вкусные самсы и кушать вкусный плов, и там еще баранинку вкусную запекают, такая, ну, запеченная. Я тоже, возможно, возьму кусочек. Так что я поехал к Умиде. А вы, ребята, не скучайте, и до новых встреч. Пока-пока! Вот такая сумочка, я не знаю, что это за фирма, но стоила она не дешево. И не помню я размеры, по-моему, как-то там 60, на сколько-то. Ну, там прекрасно, вот есть такие шлейка можно на плечо. Вот открываются, значит, везде сеточки. Там я постелил на всякий случай еще пеленку, я стелил, когда кот ехал. Ну, и он ни разу, конечно, туда не сходил, но суть не в том, что вот такая сумка спасла. Он был в ней и был под сидушкой в салоне со мной, под сидушкой в самолете. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok